Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Всем привет! Меня зовут Алена и в сегодняшнем видео я хочу вам немножечко рассказать про мероприятие, на котором я была в ноябре. Да, это было давно, но у меня никак не было времени собраться, просто сесть, записать и немножечко вам про это рассказать. 16 ноября в Беларуси, в Минске проходил первый международный форум ремесленников. Именно ремесленников. Он был связан с тем, чтобы рассказать, где-то научить, где-то подсказать девочкам, как правильно вести ремесленническую деятельность. Точно так же там были спикеры, которые рассказывали все про налоги. Это, наверное, самое сложное, потому что сколько бы ни изучали мы, как платить налоги, все равно есть какие-то маленькие нюансы. Так же были спикеры, которые рассказывали, как вести Инстаграм, как пытаться продавать в соцсетях. Короче, очень-очень много всего интересного. Даже, что мне интересно было, это, наверное, было лично для меня, это как побороть свой страх. Я хоть и снимаю себя на видео, я хоть общаюсь с людьми, но для меня до сих пор есть страх выступать перед аудиторией. Так вот про то, как выступать перед аудиторией. У меня был шанс записать или вебинар, просто записать видео, где я бы просто рассказала бы про то, как вести YouTube. Моя тема была, как начать вести YouTube и вообще, что для этого нужно делать. Но я решила, что пора бы, наверное, перебороть свой страх и выступить лично перед аудиторией. Тем более, что для меня это был новый опыт. Я после того мероприятия через пару дней уехала, но для меня оно оставило очень-очень теплые воспоминания. И, конечно же, я хотела бы еще раз туда попасть. По поводу еще раз попасть на следующем форуме меня не будет, потому что я буду находиться не в Беларуси, но, по-моему, в марте. Я обязательно оставлю все ссылки на аккаунты, где они обсуждают все самое интересное. И там же они публикуют все новости. Будет следующий форум. Я думаю, что там тоже будет большое количество разных интересных спикеров, которые будут затрагивать совершенно, возможно, совершенно другие темы. Но это все зависит от организаторов. То, что я хочу сказать организаторам, это просто огромное спасибо. Огромное спасибо Селения, с которой я общаюсь уже много лет. И, кстати, только в этом году мы с ней... Нет, в прошлом, в 22-м году мы только впервые с ней встретились. И вот она меня пригласила на сам форум. Пока я рассказывала про свой YouTube, мне казалось, что я столько ерунды наговорила. Вот я вам скажу честное слово. Потому что я начинала путаться. Мне казалось, что я рассказываю не то, что надо. Как бы я там не сидела, не заучивала, как бы я не пыталась что-то построить себе по полочкам, что и как мне правильно рассказывать, мне все равно показалось, что я наговорила кучу всего. Самый важный момент, что мне хотелось не только продавать свои работы, но хотелось и обучать людей. Но ты понимаешь, что обучать, продавая сразу же свои платные мастер-классы, я не могла, потому что у меня не хватало опыта. Первые свои видео, которые я снимала, как? Так, я ставила гладильную доску, сверху просто доску или это был просто ламинат. Ну, нам же нужен большой стол, чтобы что-то показать. Я начинала записывать видео, у меня тряслись руки, потому что мне казалось, что я делаю все не так. Потому что я помню этот день, когда у меня супруг говорит, вот тебе микрофон, ты садишься и записываешь. Хорошо, вот тебе микрофон, он стоит, ты садишься, а что сказать? И вот это вот очень вредная такая привычка, я все сама. Хотя можно было, очень, очень много, можно было много всего сделать и интересного, но мы это понимаем только потом. Сам форум был платный и покупать билеты можно было не только из Беларуси, можно покупать было совершенно из любой точки мира. И само мероприятие проходило целый день. Я была самая последняя и, наверное, сейчас я скажу, что лучше быть самой первой, потому что ты это все рассказал и забыл. А так ты целый день ходишь, нервничаешь, тебе страшно, а что-то ты не так сделаешь, что-то забудешь, а ты самый последний. Короче, все-таки нет. Я поняла, что в следующий раз лучше быть самым первым. Получилось так, что до того, как я уехала, я точно так же снималась на самом телевидении. Я немножко рассказывала про самого ремесленника, чем он хорош для меня. На данный момент я точно так же являюсь ремесленникой в Беларуси и скажу, что да, для меня это оказалось просто идеальным вариантом. И сейчас я думаю, что я тоже вам вставлю этот кусочек видео, который я снимала на телевидении. Часто своим делом женщины начинают увлекаться в декрете. Так получилось и у Алены Горбачук из Бреста. Рукоделем она занимается уже около семи лет. Первыми изделиями были украшения для волос, созданные специально для дочери. Сейчас малышка подросла и даже помогает маме. Декор для дома, новогодние игрушки, цветочные композиции, которые выглядят как настоящие букеты. И даже камин из картона. Процесс создания такой красоты своими руками Алена снимает на камеру. На ютуб-канале уже более 460 тысяч подписчиков. А готовые изделия разлетаются по всему миру. Я хотела сделать это все по закону, поэтому я зарегистрировала ремесленника. Чем для меня это стало удобным? Тем, что ты сидишь дома, ты занимаешься также домом и занимаешься своим любимым творчеством. И сегодня ты хочешь продаешь одну свою работу, хочешь хоть 20. Все зависит исключительно от тебя, то, насколько ты готов работать и насколько тебе интересно этим заниматься. Мне пришлось остаться в Минске на два дня. На следующий день я снималась на радио. И я давала там интервью. Что необходимо для того, как стать ютуб-блогером, как заработать канал популярным, где находить идеи для вида. Про это сегодня расскажет популярный ютуб-блогер Алена Сворок. С вами Марта Хударей. Приветаю. Добрый день. Добрый день. Для тех, кто не смотрел и, возможно, кому-то интересно, ссылочку я вам тоже оставлю. Короче, сегодня я в описании вам оставлю большое количество разных ссылок, по которым можно найти что-нибудь интересное для себя. Возможно, кто-то из вас немножко больше узнает меня, если вам на самом деле интересна эта тема. Я думаю, что я буду заканчивать свое видео и скажу напоследок. Если к вам есть предложение пойти куда-то, стать каким-то спикером, ну, в той теме, в которой вы разбираетесь и хотите что-то рассказать, обязательно идите. Для нас это на самом деле очень-очень важно. Для любого блогера, для любого ремесленника. Потому что это новый опыт, это какой-то новый шаг вперед. Поэтому нужно перебороть свой страх, если вы точно так же боитесь, аудитория так же, как и я, перебороть свой страх и идти. Ну, а на этом все. Увидимся с вами уже в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok